Известно, что 0 меньше а меньше b числа, и, кстати, мы так далее, xn, лежат на объезде а, b. Умножим сумму на сумму обратных величин. Докажите, что сумма чисел, умноженная на сумму обратных величин, не больше, чем а плюс b в квадрате, а, 3, 4, b, умножить на n в квадрате. Давайте я начну с исключительного решения. Оно основано на вот такой идее. У вас здесь практически написано произведение, да? Всегда, когда у вас есть произведение, то вы можете воспользоваться таким неравенством, что произведение не больше, чем сумма в квадрате, правильно? Ну, ведь а и b это не те а, а и b это, в общем, б и числа. Так, давайте вот это у нас одно число, это второе. Соответственно, произведение, соответственно, произведение не больше, чем квадратных сумм, деленное на 4. Только проблема в том, что если вы так напишите, у вас, на самом деле, ничего хорошего не получится. А давайте немножко сделаем хитрее. Перепишем вот это неравенство таким способом. Некое число умножить на х1, оно же умножить на х2 и так далее, оно же умножить на хn. И здесь напишем его с номинацией. Единица делить на х1, единица деленная на х2 и так далее, единица деленная на х2 и так далее, единица деленная на х1. Это произведение равно тому же самое. И оно не больше, чем 1 четвертая, помните, да, там 2 четвертая, это та самая, 2 четвертая, умножить на квадрат суммы. И так далее, и так далее, тх1 плюс единица делить на тх1, тх2 плюс единица делить на тх2 и так далее, и так далее. Тхн плюс единица делить на тхн. И все это в квадрате. Ну вот смотрите, это неравенство верно для любого положительного числа в тх1. Значит, чтобы у нас все получилось, на самом деле нужно так подобрать число в тх1, чтобы все вот эти вот числа были бы по возможности небольшими. Большими? Небольшими, потому что мы оцениваем, что это меньше тх1, чего-то. Значит, я сейчас должен как-то взять величину Т. Давайте подумаем. Ну, у нас числа на отрезке АВ. Мы посвинили их миническое. Да, давайте. Сделать так, чтобы равнялось бы ТВ плюс единица делить на Т. Единица делить на Т умножь на АТ минус 1Б, это Т умножь на Б минус А. Отлично. Значит, Б минус А сокращается. И получается очень просто, что Т в квадрате это единица деленная на АВ. Значит, разумно в качестве числа Т взять единицу делить на корень из АВ. Когда у нас есть функция ТХ плюс единица деленная на ТХ, которая принимает, смотрите, одинаковые значения в концах отрезка. Где эта функция будет принимать максимальные значения? Смотрите, как выглядит график функции Х плюс 1Х. Согласны? Вот это вот У равный Х. Вот это вот У равный Х. А, соответственно, вот этот вот график Х плюс 1Х. Так? Так, замечательно. А функция, которую мы рассматриваем, это ТХ плюс единица делить на ТХ. Ну, вместо Х надо взять вот эту вот величину, да, ТХ, тогда чуть-чуть изменится. Так действительно, тогда видно. Когда мы берем любой отрезок, то максимум принимается в одном из концов. Мы подобрали, чтобы эти значения были равны, значит, максимум функции, собственно говоря, в конце. Осталось всего ничего. А разделить на корень из АВ плюс, наоборот, корень из АВ деленный на А. Это понятно, что такое. Это корень из А разделить на В плюс корень из В разделить на А. Таким образом, мы сумели выбрать Т так, что каждая из слагаемых, вот на левой доске, каждая из слагаемых не больше того числа корень из А деленный на В плюс корень из В деленный на А. Таким образом, все это будет не больше, чем, смотрите, что, чем одна четверть от квадрата величины Н умножить на корень из АВ плюс корень из В А. Так вот, и все это в квадрате. Так, соображаем. Когда здесь перейдешь к общему основе на зеленый, то будет А плюс В делить на корень из АВ. В квадрат вы введете, в точности получите вот эту причину. Понятно? Вот это было немножко искусственное решение. Потому что догадаться до рассмотрения такой функции все-таки не так просто. Ну, то есть, после того, как вы догадались, дальше уже все понятно, а вот догадаться до нее не так просто. Поэтому давайте рассмотрим гораздо более понятное, гораздо более естественное решение. Убираем все эти Т, рисуем график функции у равняется 1 и х. И поймем, что на самом деле все совсем-совсем просто. Как выглядит график функции у равняется 1 и х? Так или не так? Гипербол, правда? Отлично. Так на гиперболе можно рассмотреть точки, координаты которых такие х1 и 1 делить на х1. То есть, н-точки с координатами х1 и 1 делить на х1 и так далее, х1 и 2 делить на х1 и так далее, и для этих точек, их это штука всего. Есть такое понятие, вот они все лежат на отрезке от А до Б. Есть такое понятие, как центр тяжести. Давайте напомню, что это такое. Если у вас есть точки, то центр тяжести получается так. Нужно сложить все абсциссы и разделить на х1 и сложить все ординаты и разделить на х1. Давайте это напишем. Координаты центра тяжести. Складываем, делим на х1 и берем обратные величины. Берем обратные величины и то же самое делим на х1. Где будет лежать этот самый центр тяжести? Над графиком. Над? Над графиком. Над графиком, замечательно. А еще где? Будет на графике. А еще вы будете взять поддаль вот этой вот поддаль. Почему? Потому что не первая выводная фигура. Мы взяли вот эти вот точки с координатами А1АТ и Б1БТ. И когда вы их соедините отрезком, то вот здесь вот точки, да, все вот наши х1, да, и центр тяжести где-то здесь. Где-то над графиком и под отрезком. Да. А вы там же 2А написали слева. Почему А? Ну, 2А, конечно. Б. Нет, отрезка, да, да, Б. Так, все понятно? Замечательно. А теперь смотрите, какая история. Нас интересует максимальное произведение этих штук. Чтобы это сделать, можно просто посмотреть на этом отрезке, где максимальное произведение. где будет максимальное произведение координат? В конце. Нет, не в конце. А? Смотри. Вот здесь у нас вот этот у равно 1х, да? Вот здесь вот будет у равняется 1 делить на 2х. Здесь вот будет 1 делить, 2 делить на х. Где-то там будет 3 делить на х и так далее. Здесь идея такая. Есть такая идея первого, которая касается этого отрезка. И вот произведение для всех будет меньше. Такая точка никакой. Дело в том, что если вы возьмете какую-то точку х, то ее ордината линейно зависит от х. Правильно? И у линейная функция от х. Поэтому произведение х и линейной функции – это квадратичная функция. Но если квадратичная функция здесь равна 1 и здесь равна 1, то она принимает максимальное значение в середине. Значит, мы должны сделать очень простую вещь. Мы должны сказать, что максимум в точке с координатами а плюс б пополам и понять здесь, что будет. Понятно, что здесь будет 1 ата плюс 1 бета пополам. Так, отлично. Отлично. Значит, для вот этого произведения не больше, чем вот это произведение. Ну, соответственно, n квадрат поднимаем и получаем, собственно говоря, то, что у нас здесь есть. а плюс б в квадрате, четверка есть, n квадрат есть, а б в знаменателе есть. Все как положено. Так, господа, давайте еще сделаем такую задачу, не имеющую отношение к нашей, а просто берем любую герблу, проводим вот так и проводим так. Задача, поймите, что вот этот отрезок равен. На самом деле, совсем просто. Ну, понятно. Ацент, зачем мы? А? А как мы его проводим? Проводим очень просто. Смотрите, есть пепло, проводим любую прямую, которая пересекает. Докажите, что вот этот вот отрезок равен. Вот пересечений с осью ординат и то, чьи одна, не первая. Пересечений с осью ординат и точек, не первая. Что вот эти два маленьких отрезка равны. Если вы поняли, что я вам только что рассказывал, то вы это уже знаете. Я же понимаю, что можно просто посчитать. Но вот если без счета. Давайте еще раз я зафиксирую, что было сказано, когда мы вот это делали. Было сказано следующее, что вот есть некая прямая. Y линейно зависит от X, правильно? Y это какие-то там K и X плюс L. K и L это какие-то там конкретные числа. Значит, произведение X на Y это квадратичная функция от X, правильно? А теперь, внимание, квадратичная функция здесь равна единице, здесь равна единице. И поэтому скажешь, что не максимум, да? Замечательно, а та же самая функция здесь чем равна? Нулю. Нулю. А здесь чем равна? Тоже нулю. Нулю. И вот эта вот задача, проравенство этих маленьких отрезочков, это просто замечательное свойство параболы. Что если у вас есть парабола, которая принимает вот здесь вот на одном уровне две точки, да, равные значения, и здесь у нее равные значения, то расстояние между этими точками что? Между их абсциссами равное. Потому что парабола имеет? Осимметрию. Осимметрию. Поняли? Упражнение такое. У нас есть и первая. В ней прикравняется одна никсовая. На ней есть точка с координатами А1АТ и точка В1БТ. Проводим вот так вот прямую. Задача найти длину этого отрезка. Ну, мы уже знаем, что длина этого отрезка будет такая же, но лучше, конечно, и длина этого найти, чтобы точно убедиться. Вперед. Надо просто написать уравнение прямой, проходящее через две точки. Из формулы стандартного уравнения прямой, проходящее через две точки. Икс минус А делить на В минус А. Сейчас пишите соцветет. Икс минус А. Делить на В минус А. Равно У минус 1АТ делить на 1БТ минус 1АТ. Давайте поймем, почему В-первых, это прямая. Потому что линейная функция. Почему она проходит через точку с координатами А1АТ? Потому что при подстановке вместо Икс А, а вместо Икс А1АТ получается 0 и 0. Почему она проходит через точку с координатами В1БТ? При подстановке получаете единицы в обеих частях. Так? Отлично. Значит, уравнение прямой у вас есть. Что теперь надо сделать, чтобы найти лину вот этого адреска? Ну, собственно, что я выискать? Это А. Замечательно. Чтобы найти лину этого адреска. Надо просто найти координаты вот этих точек и выяснить ее П. Замечательно. А что такое эта точка? Это 0 и это 0. Это там, где Y равно 0. Вот мы начнем тогда в этом уравнении. Вместе Y подставьте 0. Вычислите X. Ну, здесь можно чуть-чуть упростить. Если вы в правой части умножите на АВ, то станет понятнее. Предположите, разница умножить числитель и знаменатель на АВ. Тогда будет минус B. Минус B в числителе, а в знаменателе будет А минус B. Правильно? А минус B. Замечательно. Теперь надо уменьшать уравнение умножить на B минус А. Что тогда будет? И значит, X минус B равно B. Отлично. И значит, X это А плюс B. Ну и все, отлично. Значит, X минус B это как раз А. Вот так что, просто вычисление мы это проверили. Спасибо.